И в продолжении темы страхования, на этот раз речь пойдет о защите денежных накоплений. Сбербанк в России предлагает своим клиентам приобрести страховую коробку. Так называется новый вид услуги. Она появилась не случайно в России, в частности в нашем городе участились случаи мобильного мошенничества. Причем чаще всего злоумышленники работают под маской банковских работников. Все подробности в материале Дарьи Самородовой. Преступники не перестают удивлять своей изобретательностью, а их жертве степенью доверчивости. Так, например, многие доверчивые граждане после поступления на их телефон и смс-сообщения с неизвестного номера без колебаний и промедления переводят свои собственные деньги на чужие счета. Только потом, осознав, что их попросту обманули, они решают уточнить информацию у сотрудников своего банка. Только за 9 месяцев 17 доверчивых лабытнанцев совершили 17 денежных переводов на подставные счета таинственных лиц. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Смс-сообщения какие приходят. На вашем счете такой-то карты зарезервировано там 7 тысяч рублей для списания. Клиенты волнуют, просьба обратиться по номеру такому-то. Они набирают этот номер, говорят, что мы ничего не резервировали, ничего не списывали. Клиенты, вернее, мошенники говорят подойти к банкомату и произвести ряд действий для того, чтобы якобы снять эту резервацию. Но на самом деле производится перевод средств. Сотрудники банка предупреждают своих клиентов. Будьте внимательны, не обращайте внимания на подобные смс-сообщения и звонки. Ну или, по крайней мере, не поленитесь позвонить по тому номеру телефона, который указан на оборотной стороне вашей пластиковой карты. В дополнение к этим рекомендациям Сбербанк России с недавних пор предложил своим клиентам новый способ защиты сбережений и накоплений. Страховая коробка – так называется новый продукт, призванный защитить счета, карты и вклады от мошенничества, кражи и утери. Обойдется такая услуга в зависимости от застрахованной суммы от 990 до 3800 рублей. Сумма страховая от 20 тысяч до 300 тысяч. То есть, страховав такую сумму, клиент, неважно сколько у него там спишут, вот спишут у него 7 тысяч, это является страховым случаем. Он получает эту сумму от страховой компании, на которую он застраховал свою карту. Оформить полис просто. Необходимо лишь обратиться в офис Сбербанка. Менеджеры помогут заполнить заявление. Затем звоним на горячую линию и регистрируем документ. Ровно с этого момента он начнет действовать. Надо сказать, что разработчики услуги продумали все до мелочей. Если все-таки у вас украли карту и сняли с нее денежные средства, страховая компания банка обязуется выплатить все до копейки. Этот продукт активно пользуется спросом по всей России. Сейчас эти коробки стали продаваться. И в принципе программа хорошо работает. Выплата производится, рассмотрение заявления по страховому случаю в течение 5 рабочих дней. То есть клиент обращается, клиент регистрирует. В случае мошенничества, конечно, незамедлительно нужно обратиться в правоохранительный орган с заявлением о том, что у него списались неправомерные денежные средства. И уже после обращаться в банк. Мы регистрируем, принимаем пакет документов необходимый. В течение 5 дней рассматривается и клиент выплачивается сумма. Бдительность, осторожность и предусмотрительность – не пустые слова, а необходимые составляющие сохранности вашего личного имущества. А услуга «Страховая коробка» не только на 100% защитит вас от мошенников, но и прибавит уверенности в завтрашнем дне. Дарья Самородова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Программа «Время местное», чем я истинка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова